Дональд Бисетт, носорог и добрая фея. Много-много лет тому назад, когда все папы были еще маленькими мальчиками, жил на свете носорог по имени Сэм. Он был очень толстый, но это его ничуть не огорчало. Он чувствовал себя совершенно счастливым и каждый вечер перед сном пел одну и ту же песенку. Наса-наса, носороги, все съедают под дороги и не думают о том, что случится с животом. Потом съедал 100 шоколадных печеней, запивал их молоком и засыпал. Но по ночам ему снился сон, каждый раз один и тот же. Ему снилось, что кто-то его щекочет. Сначала чуть-чуть, потом сильнее и, наконец, так, что просто не было мочи терпеть. Из-за этого Сэм беспокойно крутился во сне и каждую ночь он падал с кровати. Так как он был очень большой и толстый, то и падал с постели он, соответственно, громко. Бух! И все, кто жил по соседству, были недовольны и жаловались, что он слишком шумный и беспокойный носорог. Бедняга Сэм не знал, что же ему придумать. И вот он пошел за советом к мудрой сове. Она жила в старом дубе. Сову звали Джуди. Она умела читать, писать, считать и по пятницам чистила себе когти. Сэм рассказал Джуди, что он каждую ночь падает с кровати, будет своих соседей, они на него жалуются. И что сделать, чтобы не крутиться во сне, он совершенно не знает. Может быть, Джуди его научит наконец-то же. «Знаю, знаю», – сказала Джуди. «Попроси добрую фею, она тебе поможет». Ну, фею так фею, согласился Сэм. И он сказал про себя «фея, фея» и еще раз «фея». И как только в третий раз он сказал слово «фея», в траве кто-то зашуршал. И появилась фея, хорошенькая, как Лютик. В правой руке у нее была серебряная палочка. Сэм рассказал ей обо всем. Как он ложится в постель, как он съедает сто шоколадных печеней, забивает их молоком, а потом засыпает. И как ему снится, что его кто-то щекочет. Он крутится во сне и падает с кровати. И соседи на него жалуются. «Ах, какой глупый носорог», сказала фея. «Ну, кто же ест шоколадные печенья в постели? А про крошки ты забыл? Конечно, щекотные, ничего удивительного, что ты падаешь с постели». «Ну, что же мне делать?» спросил Сэм. «Я же откажусь от плотного ужина, я тогда похудею». «Я помогу тебе», сказала фея. «Зажмурь глаза и не подглядывай». Сэм зажмурил глаза, а фея взмахнула своей серебряной палочкой над Джуди и превратила ее в канарейку. «Что со мной?» удивилась Джуди. «Не сердись», сказала фея. «Я превратила тебя в канарейку, зато теперь ты можешь клевать шоколадные крошки». «А, ну тогда согласна», сказала Джуди. Она расправила желтые перышки и пропела «Комары и мошки, комары и мошки, Сэм любит печенье, а канарейка крошки». Сэм открыл глаза. «Ешь, мои крошки, ешь на здоровье!» – обрадовался он. «Они-то мне и не давали спать. Спасибо тебе, добрая фея. Большое, большое тебе спасибо. Теперь мне не будет щекотно, и я перестану крутиться во сне и падать с кровати. Ура!» Джуди и Сэм вернулись домой, и с тех пор все пошло хорошо. Сэму больше ничего не снилось, он не крутился во сне, он не падал с кровати. Все соседи считали его теперь замечательным носорогом и говорили, что ему очень повезло. У него есть хорошая помощница, которая подъедает все крошки. Иногда ранним утром Сэм спускался к реке и пел такую песенку. «Комары и мошки, комары и мошки, канарейка Джуди очень любит крошки. И теперь я ура, ура, не верчусь, не кручусь, а сплю до утра». Вот так вот.